Могилёвский лёд Каждое утро, где-то в 7-8 утра, мы сначала чистим каток, затем заливаем, наносим слой в зависимости от температуры. Если мороз сильный, низкая температура, то наносим более толстый слой покрытия. Если, как сегодня, градусов 10-11, тоненьким слоем покрываем. Сейчас толщина льда 15 сантиметров. Пробуем покататься и мы. Терин, 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 Терин. Нет. Кто вас-то научил кататься? Рассказывайте. Мы сами научились. Четыре дня и всё готово. Если мальчишки научились за четыре дня кататься, то, в принципе, я думаю, у меня должно получиться. С помощью моих друзей и телеоператора Николая Соболева это удалось. Молодцы, рассказывайте о том, что у вас здесь получается. Какие пюры вы уже умеете делать? Мы умеем кататься, можем волной кататься, можем на месте крутиться. А синяков-то много? Ну, там четыре штуки. Сейчас шесть штук. Две штуки от конька, а другие от падений. С приходом настоящей зимы в Могилёве на коньки становятся и стар, и млад. Эту зимнюю забаву горожане действительно заждались. Первых любителей фигурного катания и хоккея ледовые площадки встречают уже с 10 утра. Смотрите, какие-то лёд вызывает. Что чувствуете, когда сюда приходите? Чувствую подъём. За зимними эмоциями на Могилёвский лёд приходите и вы. Хорошее настроение и заряд бодрости будет обеспечен.